МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Вечные ценности. И сегодня у нас в гостях очень интересная личность Евгений Юрьевич Владимиров. Международный кроссмейстер, многократный чемпион Казахстана, чемпион мира в составе молодежной сборной СССР, секундант Гарри Каспарова за звание чемпиона мира против Анатолия Карпова. И лучший тренер Азии по шахматам по версии Фиде. И еще, еще, еще много замечательных регалий. Здравствуйте! Добрый день! Но говорить о шахматах всегда интереснее с тем человеком, который глубоко проник в суть вообще этой древней игры, науки. И поэтому, не знаю, мне, например, интересно знать все о ваших регалиях, потому что, судя по всему, вы человек достаточно скромный, потому что найти информацию, которую мы сейчас ищем, понятно, на просторах интернета, о вас практически невозможно. Она очень и очень скупая. А тем не менее, вы очень известный в мире шахмат-человек. И вот все-таки хотелось бы знать, что еще важно для вас из тех высот, которые вы достигли вот в этом волшебном мире шахмат. Вот вы упомянули какую-то персону гипотетическую, которая проникла в глубины шахмат. Если вы хотели построить разговор с такой персоной, то такой персоны должен вас разочаровать, не существует. И я вам скажу, почему. Я прочел в одной книге одну очевидную вещь о неисчерпаемости шахмат. Давайте я вам задам вопрос. Давайте я побуду интервьюером на парочку минут. Ну, попробуйте. Вы знаете, что такое ход в шахматах? Это передвижение фигуры. Когда белый делает ход и черный делает обратный ход, то это один ход в шахматах. Ну, и шахматная партия может продолжаться 40, 50, 60 ходов. Некоторые очень долгие партии, более 100 ходов продолжаются. Но мы говорим только о начале партии. Нужно сделать первые 10 ходов. Первые 10 ходов нужно сделать и потратить на каждый ход, на каждое движение фигуры одну секунду. И вот как вы считаете, для того, чтобы все возможные вариации на протяжении только первых 10 ходов, партия только началась, на протяжении только первых 10 ходов, для того, чтобы все эти вариации отобразить на доске, сколько потребуется народу и сколько потребуется времени при условии, что ни одна партия не повторяется. Задание понятно. 20 секунд на то, чтобы воспроизвести первые 10 ходов, мы берем 2 человека или 2 миллиона, или 2 миллиарда. Хотите, все население Земли возьмем. Ну, предположим, что прилетели инопланетяне и говорят, срочно нужно отобразить первые 10 ходов шахматной игры, иначе Земля погибнет. Нам нужно спасти Землю. Вот сколько бы вы выделили народу и приблизительно сколько времени бы потребовалось для того, чтобы первые 10 ходов во всех возможных вариациях отобразить? Ваша цифра. Сколько вы привлечете народу? Нам инопланетяне настаивают, мы не можем слишком долго этим заниматься. Ну, как минимум половина населения Земли. Половина населения Земли, и сколько они будут работать над этим? Ну, из них сделает, я думаю, что, наверное, процентов 10. Возможно, да. Но сколько будет всеми мероприятия продолжаться? Не стесняйтесь со временем. Инопланетяне понимают, что дело непростое. По сути, это бесконечный процесс, который может продолжаться. Ну, не совсем бесконечный, очень длительный, конечно, но не совсем бесконечный. Какую-нибудь цифру назовите, а потом я скажу то, что написано в книге, и то, что я потом сам проверял. Ну, год. За год половина населения... А, извините, я забыл задать важный вопрос. Они у вас будут работать в режиме нон-стоп или 8 часов, 5-дневных? Ну, если инопланетяне настаивают, что мы погибнем, то я думаю, что нон-стоп. Нон-стоп. Каким-то образом, с помощью стимуляторов мы их заставим работать. Ну, или, по крайней мере, они будут меняться. Неплохая попытка. Теперь я вам скажу то, что пишет книга. Все-таки половина населения Земли – это щедро, но недостаточно щедро. Это слишком долго. Нужно все-таки все население Земли привлечь. Но мы же отсидываем тех, кто не умеет играть. Ничего, ничего. Каким-то образом, с помощью стимуляторов как-то мы их вовлечем. Более того, мы возьмем новорожденных младенцев и паралитиков-стариков. Все они будут участвовать в процессе. Землю надо спасать. Это же не просто так. Лучше возьмем все население Земли. И вот если мы возьмем все население Земли, ваша идея была совершенно правильная. Пусть работают 24 часа в сутки. Не нужно прохлаждаться. И вот если они будут заниматься этим 24 часа в сутки, то тогда задача будет решена примерно через 250 миллиардов лет. Ну, в общем, инопланетяне победят. Инопланетяне, я думаю, не дождутся просто. Мы их возьмем измором. Короче говоря, я к чему это все говорю? К тому, что шахматы действительно настолько глубоки, что человек, который действительно понимает шахматы, не существует. Предположим, раньше, когда компьютеры только учились играть в шахматы, любили задавать сакраментальный вопрос шахматисты. Когда-нибудь машина победит человека? Такие вопросы задавались в 70-е, 80-е, даже в 90-е годы. И, как правило, это считалось не особенно остроумной, потому что слишком частой шуткой, и сопровождалось это все смехом. Потому что компьютеры играли очень слабо. Однако уже в конце 90-х годов, а потом в начале 21 века, компьютеры стали играть так, что теперь этот вопрос уже не задают по другой причине. Компьютер давно уже победил человека. То есть компьютер глубже любых лучших шахматистов мира проник в игру. А потом появился искусственный интеллект, по сравнению с которым даже программы, которые очень сильно лучше чемпионов мира играют в шахматы, тоже типа мальчиков для битья. Поэтому глубина шахматы, она действительно неисчерпаема. Ну, не знаю, если хотите побеседовать с искусственным интеллектом, то тогда, наверное, это можно как-то будет организовать. Ну, к искусственному интеллекту мы немножко позже обратимся. И тем не менее, для меня это люди-инопланетяне, которые умеют играть профессионально, играть в шахматы, расставлять все партии, понимать всю эту композицию. Ну, вот честно, я с математикой на вы, я человек, может быть, где-то неусидчивый. И мне всегда было интересно, когда дети, взрослые, старики, даже пусть на любительском уровне, да, но они обожают шахматы, они играют. Если я вспомню свое детство, свою юность, то в городе можно было увидеть очень много людей, которые несут под мышкой шахматную доску, да. Вот скажите все-таки, каким должен быть шахматист? Какими качествами, прежде всего, он должен обладать? Это очень легко. На самом деле, шахматы можно поделить, условно говоря, на четыре важных компонента. Шахматы – это игра, это наука, это искусство и это спорт. И независимо от того, каких шахматистов вы поймали за доской, для них все четыре компонента будут существовать. Но только совершенно в разных пропорциях. Когда вы идете по двору и видите, дедушки играют в шахматы, для них это игра, развлечение. Ну, отчасти спорт, потому что все-таки они хотят победить друг друга. Может быть, искусство, потому что им нравятся какие-то отдельные ходы свои или соперников, но совсем не наука, почти совсем не наука. Хотя не исключено, что, возможно, какие-то элементы науки они тоже используют. К дедушке приходит племянник, который, внук, который посещает шахматный клуб. Дедушка жалуется на то, что соперник его постоянно обыгрывает в каком-то обычном дебюте. Внук дает пару советов, и потом он начинает побеждать соседа. Но тогда у дедушки, получается, есть и критическое мышление присутствует, да, и математические способности. А критическое мышление воспитывается шахматами неизбежно. Потому что шахматы – это такая вещь, которой доверять невозможно. Даже себе, а уж тем более сопернику. Так вот эти четыре компонента, эти четыре элемента присущи абсолютно на всех уровнях. И когда матч на первенство мира играется, там тоже. Но матч на первенство мира – это, прежде всего, спорт, потому что нужно победить. И во вторую, наверное, во вторую очередь – это наука, потому что нужно очень много готовиться, много чего изучать. Однако это и искусство, и эта игра тоже. Но вот человек, который вообще далек, вот если берем, допустим, семью, родители никогда не играли в шахматы, но вот у них было желание, чтобы ребенок научился. Ребенок как вовлекается в этот процесс? Или тоже вот бывают такие, как я, которые скажут, ой, нет, я лучше со стороны постою? Если родители играют в шахматы, тогда понятно. Родители научили, ребенок стал играть. Если родители не играют, а ребенок вдруг стал фанатом шахматы, это значит стечение обстоятельств. Может быть, его друзья играют в шахматы. Может быть, случайно он прочитал где-то о выдающих шахматистах, потому что ваш брат – журналист, когда подает успехи тех или иных людей. Ну, это, как и в любой вид спорта, приходит таким образом, скорее всего. Почитают что-нибудь, понравится человек, и попытка подражания. Или, может быть, в двух кварталах находится шахматный клуб. Опять же, друзья ходят, дай-ка я схожу, проверю. Пришел, понравилось, остался навсегда. Потом стал профессионалом. А может быть, не стал профессионалом. В 99% случаев, конечно, не стал профессионалом. Но шахматы стали любимым увлечением, которые превратились в хобби. Ну, и, кстати, известно же, хорошо известно, что шахматы, благодаря шахматам, особенно большое влияние на детей, оказывают шахматы, воспитывают не только критическое мышление, но и усидчивость, терпеливость, способность производить действия в уме. Потому что мы же живем в тот век, когда везде и всегда нужна визуализация образов. Я такой пример люблю приводить на занятиях, когда мы скажем детям или даже, может быть, подросткам какую-нибудь простейшую фразу «Мэри поехала купаться». Казалось бы, что тут сложного в этой фразе? Ничего сложного нет. Однако более 50%, как вам любой психолог скажет, просто не поймут, о чем идет речь. Вот если мы снабдим это все образами, то есть мы покажем, как Мэри пакует сумочку с купальными принадлежностями, как она садится в машину, как она едет, как на пляж расставляет зонтик, тогда мы только поймем, что Мэри поехала купаться. А вот для шахматистов этого не нужно. У них действие в уме, это все происходит. И шахматистов разжевывать с помощью визуальных образов, этого делать не нужно. И вот когда идет конкурентная борьба между подростками, потом будущими студентами, потом будущими молодыми специалистами, которые хотят сделать, все хотят сделать карьеру, вот тут-то вот эти вот привычки-то и выползают, и дают конкурентные преимущества так называемым шахматистам. Ну вот вы говорите, либо родители играли в шахматы, либо что-то посмотрел. То в вашем случае, как все завертелось, как все получилось? То есть ваши родители играли в шахматы, вот вы выросли в Алмате, да, на тот момент в самом большом городе Казахстана. Да. Ну, относительно моего случая, это было что-то традиционное. Я сейчас даже за давностью времени, прошу прощения, не помню деталей. Скорее всего, что там был какой-то круг общения, какое-то окружение, которое играло в шахматы, и я к этому пристрастился. Но в те глубокие советские времена такого быстрого построения профессиональной карьеры, как это делается сейчас, не происходило. Я стал мастером спорта Советского Союза в 17 лет. Сейчас в 17 лет, если человек стал в 17 лет мастером, над ним будут смеяться. Если он скажет, что собирается устроить профессиональную карьеру, тогда это было совершенно нормально. Ну, окружение, я думаю, что окружение повлияло. И ни разу не пожалели? Для того, чтобы жалеть, нужно прожить две жизни, или три жизни, или 33 жизни, начиная с какого-то момента, чтобы сравнивать. Откуда же я знаю? Вы же говорите, с какого-то момента. Да-да-да. Откуда же я знаю, как оно бы сложилось, если бы я поступил по-другому. Ну, вот вы уже упомянули о том, что шахматы, по крайней мере, сегодня, они дают преимущество в этом построении карьеры, в конкурентоспособности. А чем еще могут помочь шахматы человеку? Вообще, для чего они нужны сегодня? Когда, как вы говорите, жизнь, она ускорилась, и все происходит гораздо быстрее, чем было там 20-30-40 лет назад. Вот сейчас интересное такое поветрие есть по всему миру. Ну, я не могу сказать, что это совсем новое, потому что началось это где-то приблизительно полвека тому назад, когда шахматы из вида спорта, из предмета искусства, из своей спортивной ипостаси превращаются в обучающий предмет. Дело в том, что за последние полвека во многих странах мира было проведено много экспериментов, в основном с целью выявления влияния, обнаружения влияния, если такое есть, выявления влияния занятий шахматами на академические успехи. Эти эксперименты проводились во многих странах, в основном со школьниками, но иногда студентами. Даже Городский университет один раз проводил похожий университет. Как проходили эти эксперименты? Примерно болванка одна и та же. Берется две группы одинакового возраста, одинаково образованные. Даже для корректного эксперимента, для корректности эксперимента пытались делать так, чтобы все эти группы из примерно одинаковых социальных слоев происходили, чтобы не было изначально конкурентного преимущества какого-то. И у них какая-то обучающая программа. Плюс одна группа занимается шахматами, а другая группа какой-то другой интеллектуальной активностью. И потом психологи по многим параметрам, количество параметров может быть более ста в некоторых экспериментах, психологи проводят эти эксперименты и смотрят, как кто продвигается. И вот так называемые шахматисты, то есть те дети, которые занимались шахматами, в смысле академической успеваемости, в среднем очень и очень заметно обгоняли контрольную группу, которая не занималась шахматами. Ну, даже я примерную цифру могу сказать. Если мы возьмем стандартную пятибалльную систему обучения, то средний балл группы шахматистов был где-то на половинку выше. Это очень много на самом-то деле. То есть шахматы, безусловно, влияют на, благотворно влияют на академическую успеваемость. Экспериментов было много, результаты были все сопоставимы, и, естественно, возник вопрос, почему. И вот тут психологи как раз начали копать, проводить другие разнообразные эксперименты, для того, чтобы выяснить, по каким именно параметрам влияние шахмат можно проследить. Вот это вот самое действие в уме, это такая формулировка, которая появилась, ну, наверное, в разгар, в тот момент, когда интернет пришел, и визуализация стала абсолютно необходимой, все больше и больше потребности визуализации каких-то идей, а визуализация – это тормоз на самом деле. И вот действие в уме, критическое мышление – это, само собой, критическое отношение – это тоже вещь, которая в наши дни достаточно редкая. И вот эти вот все вещи, можно еще, наверное, упомянуть нескольких каких-то вещей, нескольких каких-то сторон шахмат, которые позволяют развиваться в ребенку, но особенно ребенку, потому что дети же как губка, они моментально все впитывают. И вот такое влияние было, безусловно, и неоднократно установлено. Но самое интересное – не это. Самое интересное – что это влияние было установлено, и при этом сила игры шахматистов не имела значения. Имела значение, вовлечен ребенок или нет. А хорошо он играет или нет – это уже не так важно. А вот если ребенок, коль мы о них заговорили, вот о детях, он больше, ну, наверное, гуманитарий, да, больше расположен к тому, чтобы рисовать, не знаю, музицировать. И вот с математикой 2 плюс 2 он не может сложить. Вот насколько его возможно приобщить к шахматам и увлечь этой игрой, и может ли поменяться ребенок? Или все-таки у каждого свое? Да-да-да, я понял вас. На самом деле связь шахмат с математикой не является настолько уж прямой. Безусловно, такая связь есть. Ну, связь прежде всего заключается в том, что математика – это же на 100% абстрактное мышление. Шахматы очень помогают абстрактному мышлению и, кстати, ускоряют формирование абстрактного мышления у ребенка, потому что многие науки – это абстрактное мышление. Математика на 100%, большинство других наук, точных наук, тоже требует абстрактного мышления. Абстрактное мышление, как известно, у ребенка, у подростка формируется в целом, ну, в течение всей жизни человек осваивает новые и новые высоты, но основы абстрактного мышления закладываются в возрасте приблизительно 12-13 лет. Что касается шахматистов, то из-за того, что многие вещи нужно генерализировать, абстрактное мышление появляется у них значительно раньше. Может, на полгода, может быть, на год раньше. А год в 12 лет – это огромный скачок, конечно. И в этом смысле я не вижу никаких противоречий для детей, которые так называемые гуманитарии, для того, чтобы играть и заниматься шахматами, никаких особенных противоречий нет. А если ребенок неусидчивый, на месте не может трех минут сидеть? В общем-то, это от возраста, конечно, зависит, но шахматы тоже на это влияние какое-то оказывают. Потому что ребенок научился играть, он стал играть в турнирах, он неусидчив, он импульсивен, он хочет поскорее сделать какой-то ход. Вот один раз он проиграл по этому, другой раз проиграл. Тренер, учитель объяснит ему, что вот ты хочешь выигрывать, но вот из-за того, что... Ну, это можно объяснить ребенку. В конце концов, он и сам поймет. Знаете, есть такое среди тренеров юных шахматистов, есть такой приказ, любопытный такой приказ – сиди на руках. То есть человек буквально руки под себя, потому что он хочет сделать ход, а пока он вытащит руку из-под себя и занесет, уже, может быть, мнение не изменится, скорее всего. И вот таким вот образом, конечно, усидчивость, концентрация внимания улучшается. Вообще считается, что самый высокий уровень IQ у шахматистов. И вот если берем действующего чемпиона мира по шахматам, Магнуса Карлсона, он оценивается в 190. Ну, я вот, честно говоря, не сильно в это во все верю, но тем не менее. А вы вот свой IQ измеряли? Рисковали? Про свой IQ я чуть позже немножечко скажу. Ну, сначала я хотел бы поправочку небольшую внести, потому что Магнус Карлсон уже не действующий чемпион мира в связи с тем, что вот только что в апреле в Астане завершился матч за звание чемпиона мира, в котором добровольно Карлсон не принимал участия. Карлсон, безусловно, остается лучшим шахматистом мира, но он уже с формальной точки зрения не является чемпионом мира. Но с него же титул не снимали. Нет, он потерял титул, потому что он отказался играть в матч за звание чемпиона мира, поэтому он теперь экс-чемпион мира. Ну, конечно, может быть, самый важный в истории шахматы, во всяком случае, один из, безусловно. Вот, IQ Карлсона 190, я не знаю, кто замерял этот IQ. Я немножечко с другой стороны хотел бы поговорить. Знаете, есть такое одностишее у, по-моему, Натальи Резник. IQ хорош, но мог бы быть трехзначным. Ну, в общем-то, речь понятна идет о ком. Дело в том, что большой IQ или небольшой IQ – это вещи немного специальные. Но вот другая сторона влияния шахмата, о которой я бы хотел сказать, и тоже эксперименты были, это тот интересный факт, ну, не знаю, это факт или нет, наверное, это все-таки факт, по крайней мере, опровержения этого факта нет, что ни у одного шахматиста не возникла болезнь Альцгеймера. Очень интересно. То есть, если человек все время находится в тренаже, то вот Альцгеймеры или деменция или другие какие-то проявления шахматистов обходят. Не знаю, как это связано с IQ. Это, наверное, все-таки немножечко оборотная сторона медали. Тем не менее, влияние шахмата какое-то есть. Ну да, это все-таки тренировка. Да, тренировка постоянная, потому что бывших шахматистов не бывает. Даже если человек перестал играть в турнирах, он все равно читает книги, он пытается решать какие-то позиции, следит за шахматными новостями. То есть, он в тренаже все время. Но IQ и шахматы я не вижу параллельной корреляции. Шахматисты, да, могут быть обладателем высокого IQ, может быть, не очень высокого IQ. Я хотел бы нажать как раз на то обстоятельство, что так или иначе, какой бы IQ ни был у шахматиста, тем не менее, он находится все время в процессе какой-то ментальной тренировки, и это помогает в жизни в любом возрасте. То есть, чем дольше он сидит на руках, и у него есть желание, тем у него больше шансов стать действительно профессионалом. Ну, пусть не чемпионом мира, но тем не менее, человеком, который погружен в эту шахматную новость. Безусловно, но это одно из необходимых тренеров. Потому что профессионалам становятся считанные какие-то... Ну, это в любом виде спорта. В любом виде спорта профессионалами становится маленький очень процент тех, кто пытается заниматься на профессиональном уровне. Ну, в других видах спорта иногда травматизм мешает, в шахматах мешает то обстоятельство, что нету того количества совокупных факторов. Потому что умение сидеть на руках, то есть концентрация – это очень важно. Мотивация – чрезвычайно важная вещь. Потому что я знаю много довольно-таки шахматистов, которые, обладая большим даром от природы, ну, не очень от этого хотели. Потому что много надо вкладывать. Они прекрасно осознают, что от многого в жизни приходится отказываться. И если человек вынужден отказываться от многого в жизни, может быть, это как-то нивелирует его стимул к занятиям шахматами. Большая работа очень нужна, потому что шахматы – это… Во многом это наука. Я же говорил про четыре элемента. И вот этот вот элемент науки сейчас вообще без этого невозможно. Потому что сейчас компьютерная эпоха… Вот, кстати, вторжение компьютера, наверное, во всех сферах деятельности произвело революцию. Что касается шахмат, то это совершенно невероятная вещь. Потому что, когда появились программы играющие, это было своего рода развлечение. Но очень быстро шахматисты поняли, что вот эти вот компьютеры можно использовать гораздо полезнее. Их можно использовать не как спарринг-партнер, а как программу-органайзер, где можно хранить огромное количество партий, где можно делать подборки на любые интересующие тебя темы. И, собственно говоря, если раньше шахматист читал книжку и как-то просвещался, то сейчас он делает то же самое, перелопачивая в десятки раз большие материалы. Но действительно, я думаю, интенсивность шахматной подготовки возросла на порядок, а может быть и на два порядка, скорее всего. То есть намного интенсивнее это все стало. Это очень большая работа, которая требует вовлеченности. И поэтому человек, который занимается шахматами, не всегда морально готов на это пойти, на какие-то определенные жертвы. Ну и... Толщина шкуры тоже имеет, наверное, значение. Потому что любой шахматист, абсолютно любой шахматист, каким бы он знаменитым ни стал, обязательно должен пройти через период, когда он терпит болезненные поражения. И если слишком болезненно это воспринимает, то он не может оставаться в большем спорте. То есть, ну, я тут назвал только несколько факторов. Наверняка, если углубляться в эту тему, наверняка можно еще какие-то факторы обозначить. И по этой причине профессионализм, ну, как и в любом виде спорта, по немного другим причинам, профессионализм – это удел малого количества, маленького количества людей. А в шахматы играет, ну, я не знаю, а сколько человек играет в большой теннис в мире? На любом уровне? Ну, достаточно много. Достаточно много. Это в цифрах сколько? Ну, я в цифрах вам как могу сказать? Ну, хотя бы. Я задаю вопрос, не зная ответа. Так что мне... Нет, я тоже не знаю ответа, но, по крайней мере, видите, все происходит как? В большой теннис. Когда он стал очень популярным, то все больше и больше людей играют. То есть, ну, если берем, то, наверное, в каждой третьей семье хотя бы ребенка отдавали. В секцию тенниса. Или кто-то взрослого уже в солидном возрасте начинает играть. Поэтому я вам не могу сказать. Ну, достаточно много. Ну, хорошо. Давайте поговорим про футбол. Для футбола же такой инвентарь сложный и дорогостоящий не нужен. Ну, футбол – это тоже игра. Это тоже шахматы, только на поле. Да, это тоже игра. В общем, очень много людей, очень много людей, профессионалами стало только несколько человек. А сколько вот лиц среднего возраста или даже старичков выходит мячик погонять? Очень большое количество этих людей. Ну, может быть, здесь вот именно в этом возрасте они свою детскую мечту. И чуть больше времени, где-то сожаление, когда вы говорите, у меня нет второй жизни, где-то сожаление, что было, наверное, прожито не так. А может быть, и с радостью относятся. Вот вы уже не раз упомянули о том, что компьютер пришел и в мир шахмат, и 50 лет назад еще об этом вообще никто думать не мог. Слово-то не знали такого. Да, и слова не знали. И вот когда в 68-м году Дэвид Леви, международный гостмейстер, он заявил, что компьютер никогда меня не обыграет. И, в общем, так и было. И, как вы сказали, тогда компьютерные программы были еще слабы, они не могли победить человека, а теперь все по-другому. То есть, понятно, что компьютер стал умнее нас. Но, тем не менее, вот в этой связи не считаете ли вы, что и шахматы изменились, они стали, может быть, менее творческой игрой, а больше вот уже как компьютер. То есть человек хранит партии в голове, человек хранит в вагонезере, как вы сказали, и уже механически подходит четко, выверенно. А творчество, Да, да, вопрос отличный. Вопрос просто отличный. Я только хотел фактическую поправку одну сделать. Дэвид Леви не был никогда гроссмейстером, он был международным мастером, то есть на ранг ниже. Вот видите, я вам сразу скажу, я в шахматах, ну, извиняюсь, сильно извиняюсь. Но это фактическая ошибка на самом деле во многих источниках приведена. А чем мастер от гроссмейстера? Это просто более низкая ступень. То есть сначала нет мастер. Выше шахматное звание, а мастер пониже все-таки. Но все равно это достаточно сильный игрок. И действительно, в 68-м году, когда Леви предлагал топори производителю компьютерной техники, пари заключалась на сроках 10 лет. Приз какой-то был не особенно выдающийся, но по тем временам ничего, 500 британских фунтов. Ну, в эти времена это очень большие деньги. Неплохие были. Деньги на 10 лет ждать это все дотянувало на самом деле. Да, действительно, тогда компьютеры играли слабо, потом очень сильно прибавили. И вот действительно, вы абсолютно правы, говоря о том, что сейчас элемент творчества отходит немножечко на более дальний план, потому что сейчас... Вот опять мы возвращаемся к этим четырем китам, на которых стоит шахматная игра. Если раньше элемент науки был значительным, но не таким большим, то сейчас он практически уравнялся со спортивным элементом, потому что спортивный элемент, то есть победы в турнирах, не могут быть без развития научного элемента. А искусство, да, до сих пор элемент искусства есть. Но искусство, что такое искусство в шахматах? Вам на этот вопрос по-разному ответят. В зависимости от силы игры, шахматист, шахматисту нравятся разные совершенно вещи. Потому что, если, скажем, дети, начинающие шахматисты, которые только-только изучают игру, для них искусством является комбинация с жертвами, когда там пожертвуют какое-то большое количество фигур, красиво заматуют короля. Для шахматистов более сильных красотой могут быть также какие-то маневры, которые на самом деле загадочные для рядового любителя. В общем, красота по-разному воспринимается, но так или иначе, как бы она ни воспринималась, и для детей, которые шахматам учатся, и для тех шахматистов, которые стали профессионалами, все-таки эстетика, искусство отодвигается сейчас немного на дальний план. Более прагматичными шахматы стали. Но, наверное, это не то, как к шахматам относятся. Вторжение компьютера и то обстоятельство, что можно многие вещи, о которых раньше спорили, а теперь можно потрогать руками, можно оценить, можно посмотреть, что думает машина и какую-нибудь информацию, может быть, даже машина имеет. Да, это стало немного более механистично. Но это зато позитивной, наверное, стороной является тот факт, что шахматы прогрессируют. В шахматы люди стали играть значительно сильнее. Если, скажем, сравнивать чемпионов мира, даже чемпионов мира начала 20 века и начала 21 века, то я думаю, что чемпионы мира 20 века, если бы они не стали развиваться и их поместить в современную среду, они были бы малоконкурентны. Может быть, в число 100 лучших шахматистов мира они бы попали, но не более того. С другой стороны, они же гений. Возможно, что если сейчас... Если их реанимировать и поместить в эту среду, возможно, они бы развились, освоили бы компьютер и начали побеждать и утирать носы Карлсуну и компании. Вот еще о теме популяризации шахмат. Несколько лет назад, года два назад, вышел фильм «Ход королевы». И его посмотрело очень много людей. Сейчас опять начнете просить меня цифры, но я вам не скажу. Но то, что большинство людей в мире его посмотрели, это факт. И консультантом там выступал Гарри Каспаров. И вот интересный факт, что после выхода этого многосерийного фильма увеличилось количество играющих в онлайн-шахматы в пять раз. Вот на ваш взгляд, понятно, что это единичная вспышка. Сейчас все-таки интерес к шахматам в мире увеличивается или все-таки спадает и только вот такие вот художественные оформленные фильмы могут дать такой импульс для того, чтобы кто-то опять вспомнил, а да, есть шахматы, а почему бы и нет? Тут очень легко на этот вопрос ответить. Интерес растет. Не так стремительно, как после сериала «Ход королевы». Интерес растет. Мы можем судить это просто по цифрам. Есть несколько шахматных платформ, на которых люди могут играть в онлайн-шахматы. Онлайн – очень популярный формат. Он стал очень популярным еще задолго до пандемии. По той причине, что не нужно тратить никакого времени на то, чтобы ехать в шахматный клуб или еще в другой город играть в турнире. Пришел, включил компьютер, одним кликом тут же получаешь доступ к программе. Да, да, да. Конечно. И есть такая одна из платформ, одна из самых знаменитых платформ, американская платформа «Чест.ком». И вот на этой платформе зарегистрировано более 100 миллионов пользователей, и количество этих пользователей растет и растет. Есть другие, меньшие платформы, но там тоже довольно большое количество людей. И с учетом того, что количество пользователей растет, мы можем сделать вывод, что постепенно популяризация шахмат все-таки имеет место. Что касается фильма «Ход королевы», конечно, он сыграл колоссальную роль. Ну, я не знаю, можно это сравнить, наверное, с уже ветхозаветным 1972 годом, когда Роберт Фишер обыграл Бориса Спаскова, и это был единственный матч за звание чемпиона мира послевоенной, когда советские шахматисты проиграли и не стали, когда чемпион мира был не советский. Фишер, благодаря еще демоничности, харизматичности своей фигуры, произвел огромную революцию, и там какие-то невероятные цифры приводились, какое количество комплектов было продано в Соединенных Штатах Америки, чуть ли не в 20 раз возросло количество проданных комплектов, ну и многие дети, конечно, пошли, в Америке же не было шахмата Фишера, фактически не было шахмата, сейчас это одна из самых ведущих держав. Ну а что касается «Хода королевы», то, конечно, безусловно, этот фильм произвел большой фурор. Надо сказать, что он относительно еще и неплохой с профессиональной точки зрения, потому что тут, конечно, ну, о любом виде спорта, о фильмах, которые посвящены любому виду спорта или любому виду профессиональной деятельности, если спросить профессионалов, они как-то с бразливостью будут к этому относиться. Ну я сам такую формулировку даже дал, как-то меня как-то спросили, не про шахматы, а про что-то другое, и я сказал, что я в своей жизни пока еще не видел ни одного плохого голливудского фильма о спорте. Те, что я видел, были просто ужасными. Ну и «Ход королевы» в этом смысле, конечно, с профессиональной точки зрения гораздо лучше, там хорошие позиции даны, то есть с позициями все нормально, это не такие типичные ляпы, которые в других фильмах часто бывают, когда просто доска стоит под углом 90 градусов, шахматист уже не думает ни о сюжете, ни об игре героев, ни о чем другом, он видит, что доска стоит неправильно, все уже, он не может серьезно воспринимать все остальное. Ну, конечно, благодаря тому, что Каспаров был консультантом, безусловно, это сыграло свою роль, и вот шахматная составляющая, и кое-какие другие профессиональные моменты в этом фильме хорошо очень отображены. Немало ляпов, конечно, без ляпов не обошлось, тем не менее, безусловно, позитивный эффект от этого сериала состоял именно в привлечении к шахматам широких масс, что называется. Такое вот воздействие через фильмы, через каких-то, может быть, знаменитых людей, которые играют в шахматы и пропагандируют это, оно, безусловно, является позитивным. Ну, вот от мировых шахмат давайте к нашим казахстанским шахматам. И здесь, опять-таки, ну, хочется спросить, да, какая у нас репутация вообще в мировом пространстве, каков рейтинг, но хочется начать с девушек, потому что вот как раз-таки наша шахматная школа, она представлена женскими шахматами и громкими именами наших девочек, которые вы говорите, да, что раньше в 17 лет, а сейчас в 17 лет они уже становятся чемпионками. И вот как вы думаете, да, так в одном вопросе сразу три. Почему именно вот наши девушки и женские шахматы вырвались так вперед? Ну, на самом деле не так сложно ответить на этот вопрос. Изначально это эффект низкой базы. Дело в том, что в женских шахматах конкуренция намного ниже, чем мужских. То есть преуспеть в женских шахматах изначально было проще. Потом получилось так, что сразу же несколько девушек, ну, началось это все с Динары Садвакасовой, которая стала впервые чемпионкой мира до 14 лет. И это было с пропагандистской точки зрения очень ценно. Очень многие захотели копировать. Там и Жан Саябду Малик подтянулась и тоже стала демонстрировать выдающиеся достижения. А сейчас Бибисара Солбаева, которая 19 лет, кажется, демонстрирует выдающиеся результаты. Она стала дважды чемпионкой мира по молниеносной игре. То есть постепенно, постепенно эффект окружения с одной стороны, может быть, это немного обидно прозвучит, такое выражение, как низкая база, но это объективный факт. Объективный факт, что женщины играют в шахматы слабее мужчин. Почему вы меня не спрашиваете? Потому что я ответа не знаю. Вот теперь у меня к вам вопрос. Среди 100 лучших шахматистов мира сколько женщин? По рейтингу. Ой, боюсь, я сдамся. Любая цифра будет принята. Пять. Хорошая, очень хорошая попытка. Ну, рейтинг лист обновляется каждый месяц. Почему каждый месяц? Потому что есть такая возможность. Турниров очень много. Считается, раньше обновление рейтинга... если человек, он нарабатывает свое мастерство, то, ну, хотя бы раз в год. Нет, нет. Каждый месяц он обновляется, потому что если человек не играл в турнире, то его рейтинг стабилен. Если он играл в турнире, то в зависимости от результата в конкретном турнире его рейтинг обновляется. Он может стать больше, а может стать и меньше в зависимости от результата. Вот. То есть довольно частое обновление рейтингов и время от времени какие-то люди попадают в первую сотню, какие-то покидают. И вот я вам могу сказать, что существует две ситуации насчет того, что сколько женщин в первой сотне. Значит, только две цифры. Либо одна, либо вторая. В первой сотне количество женщин одна или ноль. Ну, это дискриминация. Да, возможно. Но не в этом дело. Я просто говорю о том, что женские шахматы все-таки послабее мужских, и там есть возможности. все нужно сравнивать в динамике. Это сейчас мужчины играют сильнее женщин. А, скажем, лет 50 назад мужчины играли настолько сильнее женщин, хотя объективно слабее, чем сейчас, но настолько сильнее женщин, что даже и сравнивать было невозможно. То есть, когда вот только рейтинг листы появились эти, то женщины там и в число первых 500 не входили поначалу. То есть сейчас на самом деле вот это вот расстояние немножечко сжимается. Тем не менее, в женских шахматах преуспеть проще. Но тем не менее, опять-таки, мы же берем мир, и именно вот три девушки, три казахстанки, они составляют сейчас элиту женских шахмат. Конечно. Хорошо, если мы их разделим. Конечно, конечно, безусловно. Я говорю о том, почему в женских шахматах все-таки проще было одной из них, в данном случае это была Динара Садвакасова, одной из них можно было запрыгнуть в вагон, а потом уже все остальные. А потом, да, в вагоне уже тяжело, в вагоне бьются за лучшие места, там не так легко. Они тоже преуспели на самом деле наши девушки. Так, помимо этих трех шахматисток знаменитых наших, о которых известно всем и о которых постоянно пишут, есть немало, я думаю, что где-то от пяти до десяти юных шахматистов, шахматисток, которым самый старший наверное лет двадцать максимум есть и двенадцати, тринадцати летние, которые скоро будут там тоже. У нас действительно есть культ женских шахмат, девочки смотрят на них, которые играют в шахматы, они их ролевые модели, поэтому они стремятся подражать то одно и то другое может быть всем трём, а потом скоро и новые образцы для подражания последуют, поэтому мотивация огромная. Шахматы в Казахстане неплохо поддерживаются, есть частное спонсорство, есть государственная поддержка, и сейчас мы знаем, что в апреле состоялся матч за звание чемпиона мира, это впервые в истории в Казахстане такой крупный турнир прошел через неделю, через несколько дней стартует чемпионат Азии, много других турниров проводится, а шахматисты получают большую поддержку, и сейчас это стало не только престижно, но и выгодно, потому что если человек хорошо играет в шахматы, то он получает более чем достойную оплату своего труда. А почему в любом случае мы не слышим никаких мужских имен? Не то, что мы совсем не слышим мужских имен, но мужчина в этом смысле конечно женщина очень сильно отстает. Конкуренция мужских в шахматах значительно больше и значительно сложнее хотя бы даже приблизиться к шахматной элите. Войти в элиту это вообще какая-то суперсверхзадача, даже приблизиться к шахматной элите это очень сложная задача. Некоторые из наших шахматистов решали эту задачу, некоторые из них они уже прекратили играть в шахматы, некоторые только сейчас играют. Но вот в связи с большой поддержкой шахмат, которая сейчас идет, в связи с тем, что Федерация Шахмат Казахстана на этот раз проделывает большую работу, это моментально как чертик из-за баркерки не получится, нужно определенное время. Но я думаю, что где-то в ближайшем будущем, я не хотел бы называть какие-то цифры, но в ближайшем будущем у нас появятся шахматисты, которые будут по-настоящему конкурировать с шахматной элитой. И это будет не один и не два шахматиста, я надеюсь, что это будет целая плеяда. Потому что это как пирамида для того, чтобы кто-то добрался до вершины пирамиды, нужно мощное основание. Раньше у нас не было никакого основания, сейчас появилось большое основание, кто-то останется в основании пирамиды, кто-то немножечко залезет вверх и сорвется и полетит вниз, а кто-то и долезет до самой вершины. И это произойдет довольно быстро. Вопрос немножко такой связанный с шахматами и нет. Очень такое, может быть, даже избитое выражение, да, и очень частая жизнь, подобная шахматной игре. Вот вы с этим согласны? И почему люди так любят сравнивать нашу жизнь с шахматной доской? Я это сравнение тоже очень люблю, но я по-другому немножечко делаю. Я говорю, что шахматы это модель жизни. То есть человек, который играет в шахматы, он обязательно проявится, проявляется за шахматной доской. Если он склонен к каким-то импульсивным решениям, это будет видно в его решениях за партией. Если он очень аккуратен, методичен, то это тоже проявится. Если он склонен к каким-то психологическим трюкам, и это он тоже проявит. То есть человек проявляется обязательно за доской, обязательно характер человека проявляется. То есть если изучить партию шахматиста, довольно точно можно сказать, что это за человек. То есть еще по сути и шахматисты, и шахматные тренеры, они являются такими очень хорошими психологами, диагностами. Видимо, да. Хотя, возможно, они так напрямую не формулируют, но, скорее всего, что просто фактура заставляет их становиться таковыми. Вот сегодня в том числе ваши деятельности это преподавание, да, и это обучение в одном из технических вузов, крупнейших технических вузов Казахстана обучение молодежи, студентов в игре в шахматы, и это уже как специальность даже преподается. Вот на ваш взгляд, насколько вы востребованы в этом, насколько это важно, и насколько молодежь понимает, что им это пригодится? Насчет последнего мне трудно сказать. Наверное, какая-то молодежь понимает, а какая-то молодежь воспринимает шахматы просто как зачет по физкультуре. Такие тоже наверняка люди есть. Ну, а что касается шахмат в университете, то эта вещь еще не очень-то популярна. Если шахматы в школу уже проникают во многих странах и даже становятся обязательными предметами в школьной программе, то в университетах это не так развито, тем более в постсоветском пространстве в Казахстане всего лишь несколько вузов, где шахматы преподаются в качестве предмета. Скажем, если с Соединенными Штатами умеете сравнить, то там в каждом штате есть по несколько университетов, где обязательно есть шахматы как предмет, преподают шахматы как предмет. Это связано с теми вещами, о которых мы с вами говорили. Я думаю, что очень многие руководители, в том числе учебных заведений, осознали, что шахматы напрямую каким-то образом коррелируют с академическими успехами и полезно людям играть в шахматы, полезно для того, чтобы преуспевать в учебе. Для студентов, возможно, это не так, не до такой степени проявляется, как среди детей-школьников, что естественно, потому что у детей нервная система гораздо более гибкая, гораздо более подвижная. Но студенты, тем не менее, тоже находятся в том возрасте, в котором еще рано говорить, я ничего больше не умею и не хочу. То есть, они в состоянии чего-то добиться. Как мне кажется, вот такое вот появление шахмат в учебных программах разных стран, мне кажется, это знак нашего времени. И в школе, и в университетах это будет, я думаю, что это будет один из, может быть, не особенно популярных, но таких примечательных предметов, которые пробивают себе дорогу и, наверное, закрепятся там на постоянной основе. Опять же, возвращаясь к предыдущим разговорам о том, что непосредственное благотворное влияние шахмата и на академические успехи, и на возможность принятия решений, и на формирование и укрепление критического мышления, это доказано многочисленными экспериментами, и университетское, школьное начальство все больше и больше это осознает. Но вот вам после профессиональной работы в шахматном мире преподавать легко или сложно? Это другой язык с теми молодыми людьми, которые пришли и до этого просто видели издалека шахматную доску? Это немного другое, конечно, потому что одно дело профессиональная тренерская работа, а другое дело, несмотря на то, что много, конечно, схожего, есть немало различий, потому что уровень преподавания, уровень предмета значительно более низкий, речь идет не об углубленном изучении, а о вовлечении большого количества людей и попытке заинтересовать студентов занятиями шахматной игрой. Ну, да, это немного другое, но тем не менее механизмы схожие, так или иначе, это тренерская работа или преподавательская работа, они имеют определенные точки соприкосновения, довольно многочисленные. Наша программа называется «Вечные ценности», и, к сожалению, время у нас поджимает. Вот для вас какая самая высокая ценность на сегодняшний день в этой жизни? Персонально для меня я бы не стал говорить об этом, но мне кажется, что для молодого поколения большой ценностью является возможность самореализации, так или иначе. Дело в том, что современный мир дает возможность самореализовываться в разных совершенно областях. Вот, в частности, почему я выбрал шахматы в свое время? Потому что в советское время было не так много возможностей проявить себя. Это искусство, это спорт или это наука. Сейчас очень много разнообразных возможностей есть у молодых людей, они могут себя проявить в совершенно разных вещах. Недаром сейчас получилось так, что человек меняет профессию за несколько лет. Человек занимался одной профессией, через пять лет он будет заниматься смежной профессией, а еще через пять лет он будет заниматься той профессией, которая вообще никаких точек соприкосновений не будет иметь с первой его профессией. И вот возможность самореализации, мне кажется, это дух времени и это большая ценность нашего времени. Спасибо вам огромное. Спасибо за то, что находите в себе силы, желания, вот эту такую увлеченность приобщает сегодня молодежь к шахматам. Я надеюсь, что они будут вам лет через 20 очень благодарны за то, что именно благодаря шахматам они нашли себя в этой жизни. Дорогие друзья, я напоминаю, что в нашей студии сегодня был международный гроссмейстер, лучший тренер Азии по шахматам по версии Фиде Евгений Юрьевич Владимиров. И это была программа Вечные ценности. Не забывайте смотреть нас также на сайте Абай ТВ и официальном YouTube-канале. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok